Добрый день, уважаемые зрители, и добро пожаловать на канал Хобби Хом Электроникс. В сегодняшнем видео я продемонстрирую вам бегущие огни на основе трех популярных микросхем. На операционном усилителе LM358, на таймере NE555 и на десятичном счетчике CD4017. Принципиальная схема и печатная плата бегущих огней была разработана в онлайн-среде EasyEda. Принципиальная схема устройства состоит из четырех частей, таких как микрофонный усилитель, генератор импульсов, десятиразрядный счетчик и светодиодные индикаторы. Данное устройство работает таким образом, что сигнал с микрофона после усиления и сглаживания преобразуется в напряжение с уровнем пропорциональном амплитуде сигнала. Это напряжение подается на генератор импульсов, выполненный на микросхеме NE555. Далее сигнал с генератора импульсов поступает на вход десятиразрядного счетчика CD4017. Микросхема счетчика имеет 10 выходов, к шести из которых подключены светодиодные модули разного цвета. Каждый отдельный светодиодный модуль состоит из 37 светодиодов. Исходя из принципиальной схемы, получаем двухстороннюю печатную плату. На одной стороне печатной платы будут устанавливаться SMD-компоненты, а на другой стороне светодиоды, подстроечный резистор и микрофон. Также в онлайн-среде изи-еда присутствует предварительный просмотр 3D-модели, позволяющий рассмотреть будущую печатную плату с разных сторон. Далее приступим к установке радиодеталей на печатной плате управления. Субтитры создавал DimaTorzok Для создания 3D-визуализации чертежей корпуса бегущих огней применялась программа Compass 3D. Корпус устройства состоит из шести деталей в форме шестиугольников. Для их изготовления будет использоваться 3-миллиметровое прозрачное органическое стекло. Далее на печатной плате в отверстие вставляем латунные стойки с общей длиной 12 мм, с наружней и внутренней резьбой М3, стягивая их на другой стороне латунными гайками М3 длиной 6 мм. С передней стороны печатной платы устанавливаем три детали из органического прозрачного стекла, после чего скрепляем их лентами М3 длиной 5 мм. Те же действия проделываем с задней стороны печатной платы, тем самым придавая общий вид готового устройства. С лицевой стороны устройства расположено два подсрочных резистора R1 и R2, в крестообразное отверстие которых вставляем декоративные пластиковые ручки для удобства регулирования. R1 предназначен для регулировки частоты задающего генератора импульсов, а R2 предназначен для регулировки чувствительности микрофона. Также внизу расположены две кнопки. Кнопка с левой стороны отвечает за включение и выключение питания, а кнопка справа отвечает за смену двух режимов работы. В первом режиме тактирования бегущих огней задается звуковым сопровождением, а во втором режиме тактирование происходит только за счет генератора импульсов. После монтажа корпуса переходим к демонстрации работы. В зависимости от звука, улавливаемого микрофоном, можно наблюдать, как светодиодные модули зажигаются в строгой последовательности от первого до шестого. Таким образом получается эффект бегущих огней. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Всю необходимую информацию для этого устройства вы найдете в описании под видео. Всем спасибо за просмотр! Не забудьте поставить лайк, нажать колокольчик и подписаться на канал Hobby Home Electronics. Делитесь с друзьями! Дальше будет еще больше интересных видео!